Привет друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на русский сериал, под названием «В активном поиске». Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, в активном поиске, российский комедийный сериал Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Сюжет Андрей, Дмитрий Нагиев, успешный соучредитель рекламного агентства, который добился практически всего, чего только можно пожелать. У него хорошая перспективная работа в рекламном бизнесе, квартира в центре города и модные друзья. Однажды на пороге его дома появляется 9-летний мальчуган, который утверждает, что он его сын. Андрей, приютив мальчика, отправляется на поиски матери, с которой он, судя по всему, встречался около 10 лет назад. Однако поиски значительно усложняются, так как в те годы главный герой был молодым, легкомысленным и вел неправильный образ жизни, а поэтому находился в отношениях сразу с несколькими женщинами. Интересные факты. Главную роль в сериале сыграл российский актер Дмитрий Нагиев, в 2015 году удостоенный премии Жорж в номинации «Лучший российский актер». В сериале артист не только исполнил ведущую роль, но и выступил в качестве сценариста, придумал персонажей, в которых перевоплощается его герой. Это первая подобная работа артиста, и по его словам, в проекте много импровизационных моментов. Говорю ли я иногда по сценарию? «Да, иногда я говорю по сценарию. Но в первую очередь меня приглашают, когда есть поляна для импровизации, я король хаоса. Пытаюсь что-то привносить свое», прокомментировал Дмитрий Нагиев. Режиссером сериала стал Сарик Андреасян, который неоднократно сотрудничал с Дмитрием Нагиевым. В активном поиске стал их восьмой совместной работой после фильмов «Гудбай! Америка! Непрощенный! Все о мужчинах, что творят мужчины и сериалов Нагиев на каникулах, Нагиев на карантине и Чикатило». Последний вызвал бурную реакцию СМИ и зрителей. В женские роли в сериале в активном поиске сыграли обладательница премии «Ника» в категории «Лучшая женская роль» за киноленту «Русалка Мария Шалаева». Про любовь, озабоченные, я буду рядом, Анна Старшинбаум, мой парень, ангел, психологини, мамочки, Яна Кошкина, одноклассницы, новый поворот, напарник, однажды в России, Нелли Уварова, таинственный остров, адаптация, «Последний министр», Нонна Гришаева, «День радио», о чем говорят мужчины, «День выборов» и другие. Несмотря на то, что у меня сейчас очень сложный съемочный период в другом проекте, где у меня 50 съемочных дней, я отдала свои выходные под этот проект. Потому что Дима – уникальный артист, на мой взгляд. Мне с ним очень интересно работать, поделилась актриса проекта Нонна Гришаева. Сериал состоит из 10 серий, продолжительность которых составляет не более 20 минут. Это новый формат. Мы живем в ускоренное время. Сейчас людям нужно, чтобы все было быстро, и мы даем возможность за 15 минут погрузиться в определенную историю, увидеть драматургию, посмеяться, расслабиться и идти дальше по жизни, рассказал Сарик Андреасян. Премьера сериала в активном поиске состоялась 8 апреля эксклюзивно на видеосервисе «Премьер», на котором ранее вышло более 10 различных проектов. Многие из них стали хитами и получили восторженные отзывы критиков. Среди таких сериалов – «Домашний арест», «Мир», «Дружба», «Жвачка», «Звоните Ди Каприо», «Чернобыль», «Зона отчуждения», «Колд-центр» и другие. Один из проектов – многосерийный фильм «Эпидемия», был переведен на 12 языков, а право на его распространение приобрел американский развлекательный сервис Netflix. Видеосервис «Премьер» экспериментирует с разными жанрами и форматами. Короткий сериальный контент отлично зарекомендовал себя на платформе. Мы видим, что он пользуется популярностью у зрителя. Сейчас помимо сериала в активном поиске мы снимаем еще один комедийный проект с сериями в 10-15 минут – Инсталайф. Он выйдет летом 2021 года, прокомментировал генеральный директор видеосервиса «Премьер» Иван Градецкий. Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в Можикей, Литва, в смешанной русско-армянской семье. Отец Нелли – Владимир Георгиевич, инженер-строитель, а мать – Галина Григорьевна, по профессии экономист, но работала преподавателем спортивной гимнастики. У Нелли есть старшая сестра Лена, которая стала дизайнером. Нелли Уварова окончила актерское отделение Всероссийского государственного института кинематографии, где училась у Георгия Тараторкина. С 2001 года служила в Российском академическом молодежном театре. В настоящее время является ведущей актрисой Рамта. В 2004 году Нелли Уварова получила премию за лучшую женскую роль на международном фестивале «Радуга». Моноспектакль «Правила поведения в современном обществе». После выхода этого спектакля актрису номинировали на премию «Золотая маска». В 2008 году за роль Натали Герцен в спектакле «Кораблекрушение» она получила премию МК в номинации «Лучшая женская роль». Помимо работы в кино и театре, Нелли занимается созданием украшений и благотворительностью. Она открыла интернет-магазин наивно, очень, в котором продаются вещи, созданные с помощью людей с ограниченными физическими возможностями. Нелли Уварова. Карьера в кино и на ТВ в кино Нелли начала сниматься с 1999 года, сыграв роль в короткометражке «Полетели». Популярность ей принесла роль в ситкоме «Не родись красивой» 2005, в котором Нелли исполняет роль очаровательной дурнушки Екатерины Пушкаревой. На съемочной площадке она работала вместе с родной сестрой Еленой Уваровой. Елена была художником по костюмам. Также в фильмографии актрисы такие фильмы и сериалы, как «Бумер» в круге первом, экранизация романа Солженицына, «Атлантида», «Тяжелый песок», «Близкий враг», «Бывшая жена» и другие. В марте 2016 года на телеканале «Россия-1» стартовал юбилейный сезон популярного проекта «Танцы со звездами», в котором Нелли Уварова вышла на паркет в паре с Евгением Раевым. В 2016 году Уварова сыграла сразу в двух сериалах «Месть и адаптация». Последний снимался уже во время беременности актрисы, Нелли Уварова. Личная жизнь в 2006 году Нелли вышла замуж за режиссера-постановщика Сергея Пикалова. Супруги познакомились задолго до съемок сериала «Не родись красивой», но поженились уже во время съемочного процесса. Романтическая история любви закончилась свадебной церемонией в загородном доме, однако спустя три года Нелли и Сергей расстались. Одной из причин развода стала возросшая популярность Уваровой. В 2011 году стало известно, что у Нелли родилась дочь от актера Александра Гришина. Гришин и Уварова поженились в 2011 году, вскоре после рождения первого ребенка. В 2016 супруги снова стали родителями, в ноябре этого года у них родился сын Игнат. Александр Гришин о знакомстве с женой. «Окончив институт, я пришел в театр на Юго-Западе, чтобы попробовать себя в новом жанре. Но мой мастер не отпустил меня насовсем и дал мне главную роль МакМерфи в постановке «Полет над гнездом кукушки». Нелли в ней играла девушку-проститутку. Так мы и встретились, она мне не понравилась, потому что не приняла мои скромные ухаживания». Российский государственный деятель, политик, актриса театра и кино. Получила широкую известность благодаря роли Аллочки в ситкоме «Универ». Обладательница «Золотого орла» за роль в фильме «Батальон». Депутат Госдумы РФ 6-го созыва, 2011-2016. Активист общественной деятельности, член попечительского совета детского дома номер 39, который находится в Подмосковье. Биография Марии Кожевниковой Мария Александровна Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве, в семье знаменитого хоккеиста Александра Кожевникова и преподавателя английского языка Маргариты Кожевниковой. Дед Марии, генерал-майор Валентин Николаевич Трофимов, 1923-2013. Родители Марии были уверены, что девочка продолжит спортивную династию и отправили ее заниматься художественной гимнастикой. Она добилась в этой области значительных успехов и даже получила звание мастера спорта. Но Марии совсем не нравилось то, что в спортивном мире ее воспринимают прежде всего как дочь Кожевникова. Девушке хотелось построить карьеру самостоятельно, не пользуясь громким именем отца. К тому же она с детства мечтала о том, что станет актрисой или певицей. Поэтому в 16 лет Мария распрощалась с гимнастикой и вскоре поступила в ГИТИС. Мария Кожевникова, меня переубедить невозможно, если я поставила какую-то цель, непременно добьюсь. Если в дверь не пустят, в окно попробую, не получится, еще что-нибудь придумаю. Еще в детстве у меня был комплекс, я все время существовала как дочь Кожевникова. И лет в 8 я решила, наступит рано или поздно такой момент, что уже папу будут представлять как отца Марии Кожевниковой. Творческий путь Марии Кожевниковой В 2002 году Мария Кожевникова стала одной из солисток поп-группы любовной истории. Мария Кожевникова, пятилетний контракт с Валерием Белоцерковским за меня подписала мама. Мне еще не было 18. Я была счастлива, но мечтала не просто вилять попой под фонограмму, а петь в образе, выражать свои мысли и чувства. С 2005 года начала карьеру актрисы. Поначалу ей доставались только эпизодические роли, как в фильмах Волчица, Слуга Государев, Трое и Снежинка. Зрители могли также видеть начинающую актрису в сериалах, Дар Божий, Медсестра Лена, Гаишники, Рита, Сердцеедки. Впрочем, все эти работы по разным причинам не принесли Марии большой популярности, либо проекты были не раскручены, либо роли совсем уж малого калибра. В 2008 году Мария получила роль одной из главных героинь сериала Универ, который рассказывает о жизни московских студентов. Аллочка Гришко, студентка психологического факультета, глуповатая блондинка, которая мечтает зарканить мужчину из списка Форбс. Впрочем, характер героини, которую сыграла Мария Кожевникова, развивается, меняется, в третьем сезоне сериала Аллочка влюбляется в однокурсника и перестает охотиться на богатых принцев. Эта роль только положительно отразилась на биографии Марии Кожевниковой. Закономерным стал повышенный интерес к актрисе. Нередко ей задавали вопрос, насколько она похожа на свою героиню. Мария Кожевникова, общая есть. Мы обе постоянно попадаем в разные истории. Я как магнит, притягиваю синяки, порезы. Во всем же остальном я совсем не похожа на Аллу. Ситком о московской общаге стал одним из самых успешных проектов за всю историю канала ТНТ, а несколько карикатурная, но невероятно обаятельная героиня Марии Кожевниковой приобрела статус секс-символа. Мария Кожевникова, сначала казалось, что играть Аллочку будет просто. Как же я заблуждалась. Это адский труд, я ходила по ресторанам, смотрела на таких девушек, отмечала для себя и их жесты, взгляды, речь. И когда мне пишут зрители, вы играете меня, это лучшая оценка моего творчества. Следующую заметную роль Мария Кожевникова сыграла в сериале Кремлевские курсанты. Ее героиня в этом сериале очень отличается от поверхностной Аллочки. Аня, жена Прохорова, настоящая боевая подруга, которая готова идти ради Степана на большие жертвы. Впрочем, самым серьезным испытанием для Анны оказывается не гарнизонная жизнь и не появление ребенка, а встреча с первой любовью. В 2010 году Мария Кожевникова дебютировала на театральной сцене в спектакле «Шикарная свадьба». Помимо Кожевниковой, в постановке приняли участие и другие актеры сериала «Универ». В этом же году зрители увидели Марию в роли Вики в мистическом триллере «Темный мир 3D». В 2011 году Мария Кожевникова сыграла роль Кристины в полнометражном фильме «Свадьба по обмену». В 2012 году у нее было несколько работ. Одна из главных ролей Кати в полнометражном фильме «Молодожены» – роль медсестры Ани в сериале «Склифф». В 2012 году Мария сыграла главную роль злодейки Даяны в историко-приключенческом фильме «Сокровище Аг». И главную роль Жени в сериале о гражданской войне «Красные горы». А как-то актриса призналась, что ее мечта – когда-нибудь сыграть героиню Достоевского. Я отдала бы все за роль Агла из «Идиота». Я обожаю Достоевского. При всем моем уважении к Пушкину, Лермонтову и Толстому, мне нравятся книги, в которых описываются не цветочки, деревья и первая любовь, а подлинные даже страшные проявления человеческой природы. Во время депутатской деятельности, которая началась у Марии в 2011, ей поступало много заманчивых предложений о съемках в том или ином проекте, однако она с легкостью согласилась лишь поработать на площадке фильма «Батальон», увидевшего свет в феврале 2015 года. В военно-драматической картине, где снялись также Мария Аронова, Ирина Рахманова, Марат Башаров, Екатерина Вилкова, Валерий Шкиранда и многие другие, Мария сыграла Веру, адъютанта главной героини. Мария Кожевникова, предложений было много, встречались и очень достойные. Но работа депутатом для меня на первом месте. Вопрос же о съемках я могла рассмотреть только в период депутатского отпуска. Исключение сделала для фильма «Батальон», который оказался не только успешным в прокате кинопроектом, но и позволил многим людям переосмыслить свою историю, задуматься о патриотизме и долге перед Родиной. Ради роли в «Батальоне», принесшей в итоге актрисе в 2016 году премию «Золотой орел», Кожевниковой пришлось расстаться со своей шикарной шевелюрой и обрить голову на лысо. Режиссер фильма Дмитрий Мескиев настаивал на максимальной достоверности. Поэтому исторической правде соответствуют не только костюмы актеров, место съемок, но и их прически. Во время стрижки на лице красавицы Кожевниковой не дрогнул ни один мускул. С ее слов, искусство, как и красота, требует жертв. Позже в одном из интервью она даже призналась, что без волос ей очень комфортно, к тому же ей всегда нравилось меняться. В 2016 году актриса, успевшая на тот момент сняться и в роли Василисы Кремневой в криминально-детективном сериале «Верю-не верю» 2015, приняла участие в экстремальном цирковом шоу «Без страховки», где несмотря на уже не юный возраст и статус матери, выполняла акробатические номера. После этого события ее стали называть примером и источником вдохновения для многих девушек и женщин. В рамках проекта Мария сумела дойти до финала. В 2017 году актриса продолжила начавшуюся годом ранее работу над образом бывшей разведчицы Нины Колосовой в историческом детективном сериале «Казнить нельзя помиловать», где ее коллегами по съемочной площадке стали Дмитрий Астрахан, Дмитрий Поломарчук, Максим Меркулов, Роман Притула, Кирилл Рубцов, Николай Иванов и другие. Кроме того, Мария присоединилась к игровому составу военной драмы «Собибор», основанной на реальных событиях и повествующей об истории узников нацистского лагеря. Режиссером картины стал Константин Хабенский, воплотивший здесь и образ главного героя. В мелодраматической комедии «Когда стать соседа?» 2018, где задействованы Константин Крюков, Рената Литвинова и Юрий Стоянов, Кожевниковой довелось сыграть роль писательницы. Политическая и общественная деятельность Марии Кожевниковой в 2011 году Мария Кожевникова вступила в общественную организацию «Молодая гвардия», а спустя некоторое время стала членом и доверенным лицом Общероссийского народного фронта. Летом 2011 года актриса была выдвинута в депутаты Госдумы от Общероссийского народного фронта и приняла участие в праймере с «Единой России» в Томске. С 1 октября 2011 года стала членом попечительского совета детского дома номер 39 ПГТ, Зеленоградский, Пушкинский район, Московская область. В декабре 2011 года была избрана депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Мария стала членом Комитета Государственной думы по культуре. Она – один из инициаторов закона проекта номер 292-521-6 о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, ограничивающего пользователей и сайты в использовании материалов, нарушающих авторские права. В 2014 году Мария Кожевникова была удостоена 88-го места в списке сотни самых влиятельных женщин России. В сентябре 2016-го на выборах депутатов Госдумы 7-го созыва Мария, избиравшаяся от Вологодской области по спискам «Единой России», не набрала нужного количества голосов и не прошла в состав КТРФ. Однако она отметила, что главное для нее как для политика – не наличие депутатского мандата, а доверие людей и желание бороться за то, чтобы голоса рядовых россиян были услышаны. Кожевникова пообещала, что и впредь будет отстаивать народные интересы, но уже в статусе обычного человека. Личная жизнь Марии Кожевниковой Мария Кожевникова долгое время опровергала многочисленные слухи о наличии у нее постоянного бойфренда. В интервью журналу Playboy, которое сопровождалось достаточно откровенной фотосессией, актриса рассказала, что обожает легкий флирт и пытается наверстать упущенные в студенческие годы. Напряженная учеба в ГИТИСе не оставляла времени для развлечений. Личную жизнь актриса никогда не афишировала и на публичных мероприятиях появлялась одна или с друзьями. Однако в 2013 году для МФГ девушка решила сделать исключение. Спортсменка, актриса, депутат Государственной Думы Мария Кожевникова вышла в свет со своим гражданским мужем Евгением Васильевым. Возлюбленный Марии на несколько лет ее старше, занимается недвижимостью. Чуть позже Маша выложила фото с Евгением в своем блоге в Инстаграме. На снимке Кожевникова улыбалась и выглядела очень счастливой, да и подпись к фото была наполнена жизнерадостностью. Не собираюсь комментировать свою личную жизнь, но любовь это и есть жизнь. Я счастлива. В августе 2013 года Мария и Евгений обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Свидетелями на свадьбе были Вячеслав Фетисов с супругой. Также на торжество пригласили певицу Зару с мужем, спортсменку Яну Батыршину, с которой Маша дружит с детства, и других друзей. 19 января 2014 года Мария Кожевникова стала мамой, у нее родился сын, которого назвали Иваном. Звезда до последнего держала в тайне свою беременность и роды. Мария Кожевникова, уже через две недели после родов я вышла на работу. Ванечке повезло, у него две замечательные бабушки, которые с большим удовольствием заботятся о нем, когда меня нет дома. Тем не менее мама я, это мой ребенок. Я чувствую ответственность и потребность быть рядом. Почти ровно через год, 26 января 2015, Мария родила второго сына, Максима. 20 июля 2017 года актриса стала мамой в третий раз, у нее снова родился сын. Счастливый отец встретил супругу из роддома, преподнеся ей букетро с размером в человеческий рост. Маша, вам нравятся анекдоты про блондинок? Моя героиня не совсем из анекдотов, это собирательный образ девушек, которые приехали из маленьких городов в Москву, насмотрелись телевизора и думают, что сейчас все к их ногам упадет, и золото, и бриллианты, и машины. Но сама я совершенно другой человек. Поэтому анекдоты про блондинок слушать люблю, но никак на себя их не примеряю. Тем более, я не натуральная блондинка, крашеная. Так прокрашенных и сочиняют. Блондинки, как принято считать, существа легкомысленные. С вашей улыбкой почему бы такой не быть? А с глазами что делать? Глаза меня выдают. Я однажды пробовалась на роль недалекой девушки, режиссером был Тигран Киосаян. Так он мне сразу сказал. Жаль, но на эту роль ты не подходишь. У тебя слишком умные глаза. А если серьезно, то я очень нелегкомысленный человек. Всего привыкла добиваться сама, и не могу сказать, что в жизни мне что-то легко давалось. С четырех лет я занималась художественной гимнастикой, которой не была предрасположена. Гибкость, растяжка, это все-таки некий дар, у меня его никогда не было. И все через пот, все через слезы. Так же и в кино. Слова не блондинки, которые как манны небесной ждут мужа-олигарха, шикарную спортивную машину и кучу денег на мелкие расходы. А вот это, наверное, от цвета волос не зависит. Всем хочется быть любимыми, жить в достатке, иметь хорошую машину, квартиру и много денег, чтобы дети ни в чем не нуждались. Это цель любой женщины. Единственное, не каждая женщина готова ради этой цели поступиться своими принципами. У меня, честно говоря, в жизни много чего было, могла бы ничего не делать и жить просто припеваючи, и машины мне дарили, и квартиры. Но такие подарки я могу принять только от своего любимого. Мужчины, которые просто хотят со мной погулять и где-то появиться, мне вообще не интересны. А сейчас, наверное, таких все больше и больше. Да нет, может, боженька меня оберегает, а я верующий человек. Но, как правило, мужчины относятся ко мне с большим уважением, видя, что я работаю 6 дней в неделю по 12-15 часов. Да и вообще, я не такая наивная девушка, с которой можно развлекаться. Почти не пью, не курю, по ночным клубам не хожу. Мужчины прекрасно это видят и понимают, что со мной такой номер не пройдет. Театр подождет сейчас у вас звездный час. Вы хотели всей этой популярности, звездности? Конечно, популярность не может не радовать. Но у меня другие ценности. И мне, например, очень сложно сейчас найти себе достойных подруг, с правильными мыслями, правильным мировоззрением и отношением к жизни. Действительно, сегодня главные ценности в жизни, у кого больше денег, у кого круче машина. Все девочки хотят замуж за олигарха. Но есть очень хороший пример, Ходорковский. То есть сегодня ты можешь выйти замуж за олигарха, а завтра он будет никем. И надо самой быть личностью, к чему-то стремиться, чем-то интересоваться. Тогда и деньги будут, и машины, и много чего еще. Я, например, машину купила себе сама, а на квартиру сейчас зарабатываю. У вас, я заметил, и личный водитель имеется. Мне и самой нравится водить машину. Просто попала в две серьезные аварии. Опять же потому, что после съемок очень усталая была. И когда это случилось во второй раз, я поняла, что либо у меня и дальше так будет продолжаться, либо надо уже взять водителей и успокоиться. Также и домработницу пригласила, когда поняла, что порой даже в магазин не успеваю зайти. И на все хватает. Думал, честно говоря, что в универе за съемки платят не так уж и много. На все хватает. Слава богу, в кино стали платить нормально. Так что я могу себе все это позволить. Еще и остается что-то. Но на сериальных актрис серьезные режиссеры смотрят свысока. И за примерами далеко ходить не надо. У Варова, Заворотнюк, в большое кино на главные роли никто их не приглашает. Не боитесь такого? Не боюсь. Я вообще человек рисковый. Естественно, были мысли, что наверное лучше в ситком не идти. Но на самом деле в сериале сниматься сложнее, чем в полном метре. Во-первых, ты не знаешь, что будет дальше, нет репетиций, нет этих двух часов, чтобы разобрать сцену с режиссером. Тут надо быть более техничной, более собранной, чтобы за секунду взять и вжиться в роль. А потом, к сожалению, медийность не получишь в полнометражных картинах, какие бы они шикарные не были. А люди в кино идут на медийных лиц. Так что во всем есть свои плюсы и минусы. Для актрисы очень важен еще и театр. Хотели бы в штат МХТ или современника. Я уже служила в театре сатиры, хотя очень недолго. Так сложилось, что уехала в Киев сниматься, сериал Волчица, 250-х серий. Мне кажется, приняла правильное решение. Потому что и в театр идут на медийное лицо. Мне бы не хотелось играть кушать подано. А чтобы не играть кушать подано, надо прослужить в театре лет 10. Есть другой путь, Марины Александровой, Михаила Пореченкова, которые сначала засветились в сериалах, а потом пошли на большие роли в большие театры. Ваш путь. Честно говоря, у меня нет пока желания идти в штат, к такому решению я еще не пришла. Я бы хотела участвовать в каких-то отдельных спектаклях, играть то, что мне интересно. А боюсь, когда ты в штате, то играешь то, что предлагают. Не папина дочка, а вы себя видите комедийной актрисой. Знаете, вы очень мне молодую Наталью Селезневу напоминайте. Когда работала в сатире, мне все говорили, что я ее дочка. А на самом деле, Селезнева и Андреев, муж ее, были свидетелями на свадьбе у моих родителей. Это уже мексиканский сериал какой-то. Но мне кажется, я больше драматическая актриса, чем комедийная. Да, у меня получился этот образ. Но я совершенно не комик в душе, это все сценарий, это все подсмотренные мною девочки в ресторанах. Честно признаюсь, когда были пилотные серии, у меня совершенно не получился образ Аллочки, какой-то он был плоский, просто глупая блондинка. И больше ничего. Я поняла, что надо что-то делать. И месяц где-то усиленно общались с этими девочками, изучала их мимику, жесты, словечки. Пипец ваш фирменный оттуда взялся. Нет, это сценаристы придумали. Могу сказать сразу, я была против этого слова, разговаривала неоднократно со сценаристом, режиссером, просила убрать. Может не все в это поверит, но меня мой педагог Валерий Гаркалин так научил, что люди, которые стоят на метр выше, на сцене или в телевизоре, должны понимать, что на них смотрят и берут пример. Конечно, я понимала, на что иду, знала, что это слово будет популярным, и меня с ним будут ассоциировать. Но мне до сих пор неприятно, когда это слово произносит мой племянник. Все-таки у нас очень богатый русский язык, и слово пипец в него не входит. Вас сравнивают с Натальей Селезневой. А теперь еще и с Аней Семенович сравнили. Вы в курсе? Я слышала об этом. Но я не покушаюсь ни на чью нишу и ни на кого не стремлюсь быть похожей. Безусловно, у меня есть свой эталон красоты, это Бриджит Бордо. Это та женственность, та сексуальность, причем скрытая сексуальность, к которой, наверное, я и стремлюсь. Да ладно, а ваша съемка в плейбэй говорит об обратном. Ой, это была такая история. Целый год ушел на уговоры, переговоры. Но все-таки уговорили же, уломали. Дело не в том, что уломали. Честно говоря, я посоветовалась со своей мамой, я нам не сказала, что уж если ты пошла в эту профессию, любую съемку можно сделать достойной. Там нет каких-то откровенных поз, нет ничего на показ. И я нисколечко не жалею, что согласилась. Маме моей понравилось, а для меня это главный критерий. А папе? Ваш папа – знаменитый хоккеист, а в хоккей играют настоящие мужчины. И он, наверное, такой, брутальный, жесткий. И ему это не должно было понравиться. Папе я не говорила, что снимаюсь, знала, что будет против. Но когда папа увидел, он позвонил мне и сказал, что вышло все очень достойно, ему все понравилось. Вообще, дочь хоккеиста, и не просто хоккеиста, а знаменитого, это что-то особенное. Ну да, папу своего я видела очень редко. Но могу сказать, что где-то и актрисой я стала благодаря папе, здоровое самолюбие сыграло. Когда ходила на его матчи, все говорили, знакомьтесь, это дочка Александра Кожевникова. Вот это дочка, дочка, дочка. Одно слово это вызывало у меня раздражение. Нет, я безумно горжусь своим отцом. И у меня нет никакого соревнования с родителями. Но у меня довольно рано закралась мысль, когда же, наконец, про моего папу скажут, это отец Марии Кожевниковой. И вот это время наступило. Недавно папа звонил и ругался, потому что его попросили взять у меня автограф. Шутит, конечно. Я знаю, он мной гордится. И мне это приятно. Капризная невеста, если столько работы. Времени на личную жизнь особо не остается. Да, в общем-то. Но я считаю, что всему свое время. Значит, не готова я еще к семейной жизни. Хотя у меня были серьезные, почти семейные отношения с одним молодым человеком. Это была первая моя любовь. Мы долгое время жили вместе. Но вот так сложилось. Почему же замуж не вышли? У нас были такие мысли. Но так случилось, что свадьбы не произошло. И слава богу, в каждой книжке есть определенное количество страниц. И эта красивая история любви через несколько лет закончилась. Нам было крайне тяжело расстаться. Мы были родные люди, и чувства оставались. Тем более мне очень хотелось, чтобы в моей жизни было все как в сказке. Первая и единственная любовь, одна и на всю жизнь. Но я поняла, что сказка заканчивается. И не будет этого, жили они долго и счастливо и умерли в один день. Судя по вашему тону, любовь еще не прошла. Любви уже нет, но все равно он в моем сердце. У нас было много чего, и любовь, и ссоры, и примирение, и расставание, и поддержка друг друга. Это не забывается, это остается с тобой. К тому же Илья старше меня на 8 лет. И это хорошая разница, потому что он многому научил меня. Я была такой, знаете, розовой девочкой, которая только вышла из спорта. Мало чего знала. Мало чего видела. Мало с кем общались. Родители охраняли меня, как аленький цветочек. А он научил меня жизни. Говорил, здесь надо быть жестче, здесь не нужно доверять. Но в какой-то момент, видимо, я очень сильно выросла. Лучшее лекарство от любви, новая любовь. Я человек невлюбчивый. Сейчас пришло понимание, какими качествами должен обладать мужчина. Образец, наверное, ваш папа. Нет, наоборот. Папа перестал жить с нами, когда мне было 12, и я очень тяжело это переживала. В общем, за хоккеиста замуж не пойдете. Не пойду. Хотя есть один хоккеист, которого я очень уважаю. Это Вячеслав Фетисов. Семья Лады и Славы. Вообще, пример того, какой семья должна быть. И это некрасивая картинка, я знаю. Вот либо у меня будет такая семья, либо не будет никакой. Хоккеисты отпадают. Актеры. Актеров я вообще не воспринимаю. Нет, обожаю их как партнеров, если это талантливые люди. С ними безумно интересно. Но когда мужчина рядом с тобой накладывает грим. Кто-то из известных сказал, женщина-актриса, больше чем женщина, а мужчина-актер, меньше, чем мужчина. Не зарекаюсь, но на 99% уверена, что мужа-актера у меня не будет. А что же будет лет через 20? Давайте пофантазируем. Хочу получить Оскара, ни много, ни мало. Сыграть много хороших ролей. Сняться в таких фильмах, как «Летят журавли», которые останутся навека. Создать семью. Стать матерью двоих детей и еще одного ребенка я обязательно возьму из детдома. Хочу, чтобы все близкие были живы и здоровы. Хочу жить с ними одной семьей, построить загородный дом. Хочу петь, и скоро мы с Виталием Гагунским, моим партнером по универу. Будем записывать песню. Хочу просто получать от жизни удовольствие. И еще хочу, даже готова инвестировать исследования, чтобы изобрели эликсир бессмертия, потому что хочу жить вечно. Пой, Маша, у вас столько планов, что только бессмертие спасет. Ну да. Другого выхода у меня просто нет. Екатерина Климова, российская актриса театра и кино, известная по фильмам «Мы из будущего», матч, сериалу «Бедная Настя». Биография Екатерина Климова, коренная москвичка. С детства увлекалась несколькими занятиями одновременно, фигурным катанием, легкой атлетикой, вязанием и драматическим искусством. После школы Екатерина поступила на подготовительные курсы во ВГИК, окончила высшее театральное училище М.М.С. Щепкина с красным дипломом в 1999 году, актерский факультет, мастерская Н.Н. Афонина. Она вспоминает, что тогда попала в свою среду. На ее курсе учились Максим Коновалов и Петр Красилов. По окончании училища Екатерину Климову пригласил режиссер Борис Морозов в театр российской армии на роль Диздимоны. За эту роль она впоследствии получила премию «Хрустальная роза» Виктора Розова в категории «Актеры до 30 лет». Она также преподавала сценическую речь и актерское мастерство в детском модельном агентстве, снималась в рекламе, работала в театральной компании Сергея Виноградова. Екатерина Климова занимается верховой ездой, танцует и свободно говорит на французском языке. У актрисы совершенно не женское хобби – футбол. Поскольку девушку с раннего возраста отец брал на матчи, она научилась болеть по-настоящему и не раз признавалась, что на трибуне чувствует себя лучшие умнее тренера и спортсменов. В 2011 году Екатерина Климова стала лицом торговой марки «Горния», позже – послом испанской ювелирной компании «Туз» в России. Карьера в кино-кинодебют Екатерины Климовой состоялся в 2001 году в картине «Яды» или «Всемирная история отравлений Карена Шахназарова». С тех пор она сыграла более 50 ролей. Известность актрисе принесла роль Натальи Репнины в сериале «Бедная Настя», где ее партнером по съемочной площадке стал ее однокурсник и коллега по театру российской армии Петр Красилов. На пробы к этому телесериалу Екатерину Климову пригласил режиссер Петр Штейн, у которого она уже играла в постановке «Оскар». Персонаж Климовой, одна их самых сильных женщин ленты, вечно пытается найти выход из разных ситуаций, даже если они ее не касаются. Среди сильных работ актрисы можно выделить картины «Грехи отцов», «Мы из будущего» и «Мы из будущего», «Два грозовые ворота», «Антикиллер-дек», «Матч», «Фильм-матч», «Драма» о реальной футбольной игре, так называемом «Матче смерти», когда в оккупированном Киеве в 1942 году играли между собой советские футболисты и сборная зенитчиков Люфтвоффе. В 2014 году Екатерина Климова сыграла одной из главных ролей в нашумевшем проекте «Григорий Яр», вышедшем на Первом канале, главную роль в котором исполнил Владимир Машков. Климова предстала в образе Фрейлина Ее Величества Анны Александровны Вырубовой. В следующем году на Первом вышел сериал «Влюбленные женщины», где актриса также сыграла главную роль. «Влюбленные женщины», российская адаптация популярного британского ситкома «Любовницы», рассказывает о судьбах четырех подруг. Также на счету Екатерины Климовой роли в таких рейтинговых телепроектах, как Людмила Гурченко. «Вы все меня бесите», «Шакал» и другие. В марте 2017 года на Первом канале стартовал долгожданный сериал «Волчи солнца» режиссера Сергея Гинсбурга, в котором Екатерина Климова сыграла вместе с Гилой Мески. Проект стал знаковым для Екатерины и Гелы, вскоре после окончания съемок они стали мужем и женой. У героини Екатерины Климовой в телефильме «Волчи солнца» самый богатый гардероб. Несколько накидок, шубка и манто, девять платьев, а также с десяток шляпок, воссозданных по фасонам из модных журналов 1924 года. Екатерина Климова хорошо поет. Композиции в ее исполнении можно услышать в телесериалах «Игры в подкидного», «Бедная Настя», «Точка кипения», «Фильме мы из будущего». Тембр голоса Климовой оценивается музыковедами как мягкий, бархатный, экстраординарно теплый. В марте 2017 года на Первом канале вышел исторический сериал «Мата Хари». Роль знаменитой шпионки в нем исполнила француженка Вайна Джакантия, говорит же главная героиня голосом Екатерины Климовой. В том же году Климова снялась в многосерийной комедийной драме Оксаны Бычковой «Вы все меня бесите» в роли Кристины. Ее партнерами по съемочной площадке выступили Светлана Хоченкова, Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Николай Фоменко, Игорь Петренко, Ингрид Алеринская, Ян Цапник, Юрий Чурсин, Павел Майков, Владимир Сычев, Игорь Золотовицкий, Александр Петров. В 2017 году на экраны вышел исторический мини-сериал «Тарксин», рассказывающий о жизни в СССР в середине 30-х годов. В конце года в кинотеатрах прошла комедия «Елки. Новые» продолжения новогодней франшизы «Елки». В фильме также снимались Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Антон Богданов, Валентина Мазунина, Елена Яковлева, Сергей Пускеполис, Андрей Бурковский, Анфиса Черных и Даниил Вахрушев. Также в 2017 году Екатерина сыграла в комедийной киноленте «Елки. Новые», где сыграла телеведущую Ксению Ласточкину. Главные роли в картине исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Елена Яковлева и другие российские звезды кино. В мае 2018 года стало известно, что Климова вошла в состав съемочной группы сериала «Молодежка». Актриса играет роль бизнес-леди и женщины вамп Виктории Каштановой, которая стала спортивным директором команды. С 2014 по 2017 годы Екатерина играла в спектакле «Мастер и Маргарита» по знаменитому роману Михаила Булгакова. В 2017 годы на экраны вышла мелодрама Аллы Суриковой «Любовь и сакс», в которой Климова исполнила главную роль вместе с Максимом Авериным. Следующими проектами Екатерины стали телесериал «Московская борзая» второй сезон и новогодний мюзикл «Тысяча один ночь» или «Территория любви». Личная жизнь первым мужем актрисы был ювелир Илья Хорошилов, с которым она познакомилась, будучи школьницей. У них есть дочь Елизавета. Супруги развелись в 2004 году. Со своим вторым супругом Игорем Петренко актриса познакомилась на съемках сериала «Московские окна». Поскольку оба на тот момент были связаны семейными обязательствами, их роман разгорелся только через год, после того как Петренко позвонил ей и пригласил на свидание. Климова призналась позже, что когда раздался звонок, то она поняла, что жить без него не может. Спустя месяц они уже стали жить вместе. Их гражданский брак продлился несколько лет, в нем родились двое детей, в 2005 году сын Матвей, в 2008 году – второй сын Корней. Только после рождения малышей влюбленные наконец-то сочетались узами брака. Отношения пары дали трещину после шести лет брака. К слову, прежде чем пожениться в 2008 году, Петренко и Климова прожили вместе четыре года. Разрыв отношений с супругом был вызван мимолетной интрижкой актрисы с молодым певцом Романом Архиповым. В последнее время супруги жили раздельно, только изредка встречались на съемочных площадках и на кинопремьерах. Следует сказать, что актеры делали попытки сохранить брак. В августе 2013 года отправились в первое после разрыва совместное путешествие в Республику Сахана и Кутский международный кинофестиваль. Но и это не помогло спасти пару от развода. Казавшийся нерушимым союз распался летом 2013 года, а в июле 2014 года Тверской районный суд города Москвы оформил развод. Да, мы с Игорем развелись. И мы уже очень давно не пара. Наши отношения в прошлом. Естественно, у нас есть дети, которых мы стараемся как-то вместе воспитывать, в любом случае мы в контакте, в диалоге. Мы с ним обсуждаем и их учебу, и кружки, и финансы. Никаких разногласий у нас нет. В июне 2015 года 37-летняя Екатерина Климова вышла замуж за актера Геллу Месхи, с которым она некоторое время жила в гражданском браке, а 2 октября того же года подарила супругу дочь. Свою беременность актриса долго скрывала от общественности, а потому для многих поклонников новость о том, что многодетная мама родила еще одну девочку, стала приятным сюрпризом. Новую любовь актриса встретила на съемках сериала Волчи Солнца. Именно с романтических сцен и началась новая привязанность Климовой, уставшей от семейных скандалов и тяжело переживавшей развод. Счастье – это единица непостоянная. Всегда счастливыми люди могут быть либо с определенным диагнозом, либо очень одухотворенные и отрешенные от мира, говорила актриса в одном из интервью. В июне 2019 года в прессе появилась информация о том, что Екатерина Климова разводится с Гилой Месхи. Оказалось, что еще 27 мая 2019 года Екатерина Климова подала на развод с Гилой Месхи. Пара разводилась в Хамовническом суде. 10 июня здесь прошла беседа с Климовой и Месхи. Первое слушание было назначено на июль 2019. Сразу после объявления о разводе звездной пары поползли слухи об изменах. Сначала некоторые издания опубликовали информацию, что причиной развода стал роман актрисы на стороне. Однако старшая дочь Климовой Лиза публично в резкой форме опровергла эти слухи. Затем Гилу Месхи заподозрили в романе с 28-летней звездой сериала «Улетный экипаж» Катрин Аси. Представитель Катрин подтвердил журналистам, что актриса уже давно знакома с Гилой, но информацию о романе с Месхи отказался комментировать. В мае 2020 года Екатерина Климова стала гостей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым и откровенно рассказала об отношениях со своими бывшими мужьями. Екатерина призналась, что не готова поставить точку в отношениях с Гилой Месхи. Награды «Хрустальная роза» Виктора Розова в категории «Актеры до 30 лет» за роль Дездимоны в спектакле «Отелло». Медаль за укрепление боевого содружества Министерства обороны Российской Федерации за участие в фильме «Второе дыхание» 2008. Кинонаграда MTV Россия номинация «Лучшая женская роль» за фильмы из будущего 2009. 2009. Ежегодная премия «Пара года» Номинация «Гармония» совместно с Игорем Петренко 2010. «Золотой орел» Номинация «Лучшая женская роль» за фильмы из будущего 2011. Екатерина, правда, что в вас течет цыганская кровь? Да, моя прабабушка по отцу была таборной цыганкой. А цыганская кровь, знаете, какая сильная. Через много поколений передается. Я обожаю ездить на гастроли, кочевой образ жизни у меня в крови. Люблю украшения и яркие наряды, чем вычурнее, тем лучше. Терпеть не могу строгие костюмы, рубашки и скучные цвета в одежде. У вольных народов такой девиз. Украшения должны быть драгоценными, и их должно быть много, а меха только натуральное. И я их очень хорошо понимаю. Смеется. Если золото, то белое или желтое. Если камни, то сапфир, бриллиант и изумруд. Причем я не разделяю мнение некоторых дам о том, что бриллианты нужно держать в сейфе и носить только по праздникам. Драгоценные камни и вместе с простыми джинсами смотрятся умопомрачительно. Вы сейчас рассказываете как будто не про себя, в кадре вы практически всегда строгие и изысканы. Это вынужденно. Я в первую очередь мама, во вторую – актриса, и только в пятую-десятую – девушка с цыганской кровью. Я вобрала черты многих национальностей. Иногда во мне просыпается такая безбашенность, такая энергетика, что сама ужасаюсь, прыгаю с парашютом, летаю на параплане, гоняю на мотоцикле, причем задом наперед, спиной к рулю, потом ругаю себя сильно. У тебя же трое детей, Катя. Что ты вытворяешь? Из-за смуглой кожи я никогда не обгораю на солнце, но и не краснею, хотя иногда так хочется стыдливо залиться румянцем и опустить глаза долу. Такое умение очень полезно в актерской профессии. Как домашние реагируют на такой взрывной характер и темперамент? Игорь, муж актрисы, популярный актер Игорь Петренко. АВТ. Долгое время вообще смотрел на меня с испугом и подозревал, что я душевнобольная. А я так привыкла, у нас в семье всегда бушевали итальянские страсти, практиковалось выяснение отношений, бурное проявление чувств. У мужа же, напротив, очень спокойный, выдержанный характер, он не привык громко радоваться или печалиться, целоваться или ругаться. Зато я могу со всей силой кинуть бутылочкой с детским соком в лобовое стекло автомобиля и разбить его. Или, разозлившись, сказать, что мне все надоело, и я ухожу навсегда. Напялить сапоги на босу ногу, накинуть куртку прямо на домашнюю одежду и уйти в ночь. Не очень умный поступок. А женщина и не должна быть умной. Я имею в виду ум, академический или эрудицию, как вам будет угодно. Ни к чему нам хорошо разбираться в политике, высшей математике, физике или устройстве автомобиля. Женщина не должна за пять минут разгадывать любой кроссворд. А вот быть мудрой, сообразительной, доверять интуиции и слышать голос сердца, а не разума, это да. Женщине положено быть красивой, обаятельной, симпатичной или милой, с изюминкой, но не идеально великолепной. Потому что горе, оно от ума. А классическая красота без внутреннего наполнения, быстро становится скучной и неинтересной. Только лениво не обсуждал роман Петренко с красавицей-полячкой, легко ли оставаться интересной для своего мужчины, когда у тебя трое детей и куча домашних забот. Почти невозможно, но нужно. Раньше я думала, что рожу детей только лишь после того, как получу пару-другую Аскаров. Но малыши рождались, не спросив нашего разрешения, и полностью изменили все мои представления о жизни и карьере. Мне гораздо важнее состояться как маме, а не как актрисе. Хотя, чего греха таить, когда я родила Матвея, предложений в кино стало очень мало. И я страшно переживала по этому поводу, цеплялась за любую возможность выйти на сцену, срывалась на домашних, хотя те переживали чуть ли не больше меня самой. В этом и есть секрет того, как оставаться интересной и не закиснуть в быту, стараться развиваться, расти, совершать подвиги. Пусть маленькие, пусть незаметные, но это твои личные подвиги и твои достижения. Зато вы много снимались, будучи беременной. Такая вот ирония судьбы, режиссеры уже привыкли к тому, что Климова находится в перманентном состоянии беременности, и предлагали мне роли, которые подразумевали такое интересное положение героини. В картине «Мы из будущего» я снималась на седьмом месяце, и вся съемочная группа ходила вокруг меня на цыпочках, то приносили домашний творог с медом, то развлекали, то давали отдохнуть больше, чем остальным. Кстати, о развлечениях, почему вас не видно ни в одной передаче типа «Звезды на льду» и тому подобных. Так я же постоянно беременная, либо с животом хожу, либо после родов отхожу, смеется. Может быть, мне и было бы это интересно, я же жутко азартный человек. Но участие в таких передачах предполагает полную самоотдачу. А у меня семья на первом месте, о какой самоотдаче может идти речь. Тем более, что вокруг всех этих шоу сомнительные любовные истории, романы, измены. Я не хочу никого провоцировать и вообще создавать прецедент вокруг своего имени, чтобы даже никто не заикнулся ни о чем. А что, супруг ревнует? Да какое там, Игорь настолько уверен во мне. А самое главное, в себе, что о ревности и речи быть не может. Даже обидно немного. А вы ревновали мужа к его работе, партнершам? К работе ни в коем случае, я же понимаю, что Игорь у нас добытчик, глава семьи. Чем больше и лучше он будет работать, тем больше достатка будет в семье. Он и рад стараться, не жалеет себя совсем. Я считаю, что у меня не три, а четыре ребенка, потому что за мужем приходится следить так же, как и за сыновьями, то он руку сломает, то ногу вывихнет, то простудится, потому что в одних штанах по съемочной площадке на морозе бегает. Что поделаешь, это мужчины, у них такой способ расслабляться и очищаться. А ревность к партнершам это сложный вопрос. Я ревнива до умопомрачения, тем более, что не раз видела, с какой симпатией к Игорю относятся женщины. Как известные актрисы, так и совсем молоденькие девочки-поклонницы. Даете волю своему темпераменту. В таких случаях пытаюсь сдерживаться, насколько это возможно. Стараюсь брать пример с мужа. Ни в коем случае не контролирую Игоря, а напротив, предоставляю ему полную свободу действий. Даже если на площадке между ним и партнершей произойдет что-то похожее на влюбленность, он все равно вернется домой, этого мне достаточно для того, чтобы быть относительно спокойной. Хотя бывают исключения. Одна поклонница, молоденькая девочка в короткой юбке, подошла к нам с мужем после спектакля и ни капли не смущаясь, предложила Игорю, я приглашаю вас к себе в номер. Потом посмотрела на меня и снизошла, вы тоже можете пойти. И смех и грех. После премьеры Тараса Бульбы только лениво не обсуждал Роман Петренко с красавицей-полячкой Магдой Мельциаш. Да и я сама видела, что такую любовь на экране невозможно сыграть без симпатии в жизни, только настоящие чувства делают подобные эпизоды до звона искренними, щемящими. На премьере фильма, когда я крупным планом увидела влюбленные глаза Магдалены, напилась от волнения почти сразу же. Когда вы встретились с Игорем и влюбились друг в друга, оба были несвободны. Есть вещи судьбоносные, от них никуда не денешься. Вот он ас была именно такая. Действительно, было трудно в той ситуации, сейчас даже вспоминать не хочется. Мой первый муж Илья совсем не понимал, что со мной происходит, терпел перепады настроения, постоянное мое отсутствие. Даже не физическое, а мысленное я постоянно думала об Игоре. Но приходила домой, видела, как муж спит в обнимку с дочкой, и понимала, что не могу просто так взять и уйти от него. Мучительно долго длилась эта ситуация, а когда я во всем призналась родителям, стало еще хуже. Мой папа кричал так, что впору было затыкать уши и бежать прочь. Он готов был крушить мебель, посуду, меня. Это было страшно. Мама советовала образумиться ради ребенка, но я приняла решение и не собиралась его менять. Не думайте, я прекрасно понимаю свою вину и готова за нее нести ответственность. Я понимаю, что, возможно, лишила свою дочь полноценного общения с отцом. Но ни одна пара еще не стала счастливой только лишь от того, что муж и жена остались друг с другом из-за ребенка. Нагадала сына на Рождество, вот сейчас вы не беременны. Во многих ли проектах задействованы? В наступающем году выйдет 5 фильмов с моим участием. Обязательно посмотрите матч, это серьезная, сильная история о знаменитом матче смерти в оккупированном Киеве между украинскими футболистами и немецкой командой Люфтваффе. Немцы требовали от наших проиграть под угрозой расстрела, но ребята выиграли со счетом 5-3. После игры вся команда была вывезена в Бабий Яр и расстрелена. Еще фильм «Синдром дракона Николая Хамерики» обещает сильные впечатления, это такой детективный триллер. Не очень российский жанр, но тем и интересен. Многие актерские семьи распадались из-за ревности супругов к славе друг друга. У кого больше ролей, работы. Глупо соревноваться. Даже если у меня ролей и сценариев больше, то у Игоря они явно сильнее, серьезнее. Он более дорогой профессионал, нежели я. Он и добытчик, и глава семьи. У меня было время, когда я только в одном спектакле была задействована, и все. Никаких предложений, ни одной роли. Нереализованность сводила меня с ума. Между покупкой продуктов и возней с детьми я просто сходила с ума, рвала и метала. А у Игоря, картина за картиной. Он соглашался даже на сомнительные роли, понимая, что на его плечах груз ответственности за меня, за детей, за наших родственников, за наш дом. Он рисковал своей актерской репутацией и именем, но всякий раз играл так, что за него не было стыдно, и весь проект приобретал совсем иное наполнение. Он требует, чтобы я бралась только за стоящие интересные роли, ведь мне-то как раз не надо заботиться о финансовом благополучии семьи. Скажите, а кто сегодня занимается хозяйством в вашей семье? Например, покупает продукты. Мы сами вместе с и мужем и покупаем. Ездим на рынок и в супермаркет за мясом и овощами. Чай, не баре. Улыбается. Вы не считаете себя сериальной актрисой? Это почему же? У меня достаточно полных метров. Но против сериалов я ничего не имею. Раньше их снимать не умели, ставили на поток, совершали ошибки, ориентировались на невзыскательную публику. А сегодня режиссеры научились снимать истории, которые ничем не уступают полнометражным картинам. А иногда даже и превосходят их. Трудно справляться с тремя детьми и быть востребованной актрисой одновременно. Очень часто бывает так, что я просто разрываюсь, то ли мужа завтраком кормить и провожать на работу, то ли дочке Лизе косу заплетать и платье гладить, то ли матвея к бабушке отводить, то ли корней к врачу везти. А когда дома никого не остается, с ужасом понимаешь, что уже на полчаса опаздываешь на съемки и начинаешь носиться по квартире, выбирая между желанием сделать маску, принять душ и необходимостью сделать эпиляцию, потому что сегодня как раз намечаются съемки постельной сцены. Смеется. Трудно. Очень. Откажусь ли я когда-нибудь от этого? Да ни за что на свете. Это правда, что когда вы рожали Матвея, младенца принял Игорь. И что младшего корней вы сами себе нагадали. Матвей действительно решил появиться на свет внезапно. И кроме мужа никого рядом не оказалось. Игорь не растерялся, принял роды, перерезал пуповину. А потом двое суток с перепуга спал, как убитый. А корней я увидела на Рождество, расплавленный воск в воде превратился в фигурку Девы Марии с младенцем. Тогда я совершенно не планировала рожать третьего ребенка, но как оказалось, на момент гадания была беременна корнеем. Но семья все равно на первом месте. Знаете, много лет назад я бы ответила, что состояться в профессии – это самое важное. Нас в театре учили, что у Великой Ермоловой не было детей, и это истинное служение искусству, это круто. Я верила. А сейчас для меня важнее всего – быть женой и мамой. Кате, чего еще вы не пробовали в профессии, но что хотели бы обязательно сделать. Я бы хотела сыграть героиню, на которую ничем не похоже, ни внешностью, ни голосом, ни характером, ни биографией. Чтобы долго изучать этот персонаж, фактически стать им, а потом посмотреть на себя на экране и воскликнуть, кто эта женщина. Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде. Его предки по отцу – арабы, жившие в Иране. После Первой мировой войны они бежали от голода в Туркменистан. Из всей семьи выжил только 9-летний Гулам, будущий дед Дмитрия. Мальчика нашел и привел в детский дом человек по фамилии Нагиев. Спустя какое-то время найденыш стал называть себя Николаем. Николай Нагиев женился на Гертруде Цеопке, девушке латышско-немецкого происхождения. Гертруда танцевала в кардебалете Большого театра. Мать Дмитрия, Людмила Захаровна, была дочерью первого секретаря Петроградского райкома партии певицы Кировского театра. Она преподавала иностранные языки. Отец, Владимир Николаевич, мечтал стать артистом, до 17 лет играл в театре Красной армии в Ашхабаде, но в театральный вуз не поступил, работал инженером на ленинградском оптико-механическом заводе. Когда Дмитрию было 11 лет, а его брату жене 7, родители развелись. Дмитрий Нагиев вспоминал, мы жили так бедно, не передать. Помню, как в 6 классе я жаловался маме, что мне жмут ботинки и я больше не могу их носить, больно. Но при той тяжести жизни, которая досталась маме, она сама выстояла и воспитала нас с братом приличными людьми. За что я ей очень благодарен. Дмитрий занимался самбо, дзюдо, спортивной гимнастикой. Еще ребенком он попал в кино, снимался в киножурнале Яралаш. Однако в театральный институт поступил только после армии. Сначала, окончив школу, Дмитрий стал студентом Ленинградского электротехнического института. Во время учебы юноша начал форцевать. Его задержали с валюты и могли посадить. Он избежал уголовного преследования, отправившись в армию. Служил в ПВО под Вологдой. В сентябре 1990 года во время репетиции спектакля в театральном институте у Нагиева случился паралич лицевого нерва. Для актера это был страшный диагноз. Восстановление заняло полгода. Последствия паралича остались на всю жизнь. В 1991 году после получения диплома Нагиев работал в театре «Время». Затем был ведущим на «Радио Модерн». Дмитрия Нагиева четыре раза признавали лучшим радиоведущим страны. Творческий путь Дмитрия Нагиева в институте Нагиев познакомился с Сергеем Ростом. Они вместе работали на «Радио Модерн», снимались в юмористических телесериалах «Осторожно, Модерн» и «Полный Модерн». Вели ток-шоу «Однажды вечером» на СТС и ТНТ, а в начале нулевых годов писали шутки для некоторых команд КВН. Также в 1997 году Нагиев и Рост снялись в фильме «Александра Невзорова чистилище». Нагиев сыграл свою первую главную кинороль чеченского полевого командира Дукуза и Срапилова. После ухода Роста из команды Модерна Нагиев продолжил сниматься в спина фаха «Осторожно, задов» и «Зетадов ин Эр Йолити». Согласно опросам, Дмитрий Нагиев – один из секс-символов конца 90-х, начала 2000-х годов. В 2000-2008 годах Дмитрий Нагиев играл в детективном телесериале «Каменская». В 2012-2016 годах он исполнял роль владельца ресторана Клод Мане в ситкоме «Кухня». Также в 2014 году он участвовал в полнометражной версии этого ситкома «Кухня в Париже». Параллельно актер снимался в сериалах «Два отца и два сына» и «Физрук». В 2016 году Дмитрия Нагиева признали самым обеспеченным актером в России по версии журнала Forbes. Его годовой доход составил 3,2 миллиона долларов. В картине «Русский крест» он сыграл капитана Яковлева, скалолазки и последним из «Седьмой колыбели» полковника Бейкера. Значимая роль Иуда Искариота досталась Нагиеву в телесериале Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова «Мастер» и «Маргарита». В качестве режиссера Нагиев выступил в комедийном сериале «Камера, мотор», где отразил за кулисье шоу-бизнеса. В 2014 году вышли две комедии с участием Нагиева «Территория Джаи Контужиной» или «Уроки плавания вольным стилем». В Контужином Нагиев вновь встретился с напарником по кухне Виктором Хореником. Компанию им составили Мария Баева, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов. В 2015 году состоялись премьеры следующих проектов с участием Нагиева, гороскоп на удачу, одной левой, самый лучший день. Клетка. В 2016 году Нагиев появился в картинах «Все о мужчинах и суперплохие», озвучивал мультфильмы «Смешарики». Легенда о золотом драконе и Синбад. Пираты семи штормов. В феврале 2017 года завершилась работа над фильмом «Кухня». Последняя битва. В этом же году должна была состояться, но не состоялась, премьера фантастической комедии «Чародей», «Парадокс», режиссерского дебюта романа Доронина в «Большом кино». В этом сиквеле легендарного советского фильма Дмитрий исполнил роль директора НИИЧМО. В 2018 году он сыграл Виталия Калоева в картине «Непрощение Сарика» Андреасяна. С 2013 года известный шоумен участвовал в рекламной кампании российского оператора мобильной связи МТС. В 2015 году он стал рекламным лицом сети ресторанов Евразия в Санкт-Петербурге. Нагиев ввел программы «Телекомпакт», «Бремя денег», ток-шоу «Окна», финальное шоу проекта «Дом на ТНТ» в 2003 году. С 2005 года работал ведущим на Первом канале. Также с 2005 года Нагиев ввел спортивно-развлекательное шоу «Большие гонки». С октября 2012 года он был ведущим на проекте «Голос», в том числе в феврале 2014 года начал вести «Голос. Дети», а в сентябре 2018 года – «Голос. 60». В мае-июне 2019 года разгорелся скандал с участием Нагиева из-за накрутки голосов в шоу «Голос. Дети». Тогда Дмитрий заявил, что готов отказаться от должности ведущего, поскольку для него нет ничего дороже собственной репутации. В 2011 году Нагиев вместе с Натальей Андрейченко вел реалити-шоу «Мама в законе» на телеканале «Перец». В 2012-2016 годах Дмитрий Нагиев и Иван Ургант вели ежегодную церемонию «Золотой граммофон». 20 декабря 2012 года Дмитрий сменил Вадима Галыгина в озвучивании шуток русского радио. Несколько лет шоумен входил в жюри высшей лиги КВН. В мае 2017 года Дмитрий Нагиев стал ведущим вокально-игрового проекта первого канала «Победитель». Музыкальную карьеру Дмитрий начал в 2004 году. Написал песню «Я ее хой» и исполнил ее с группой «Русский размер» и профессором Лебединским. Эта пародия на драгостодианте и группы «Оу-Зоун» несколько недель держалась в топе радиопередачи «Золотой граммофон» на русском радио. Затем вместе с «Русским размером» и с Сергеем Рогожиным Нагиев записал песню «Моя бутерфляй». О съемках в «Чародеях» Нагиев рассказывал «Так, для меня то, что происходит на площадке, крайне странно. Я ни разу не улыбаюсь, играю очень сухого человека в псевдососовском плаще, дай бог, чтобы это фантастическое, странное действо, которое происходит на площадке, вызвало впоследствии дикий интерес зрителей. «Мне самому крайне интересно посмотреть, что получится, потому что очень необычно идет работа. Для меня сложно не хлопотать лицом, а режиссер запрещает даже движение бровью». Личная жизнь Дмитрия Нагиева Дмитрий был женат на актрисе и радиоведущей Алены Геевой. Девичьей фамилия Щелищева, псевдоним Алиса Шер. 31 августа 1989 года у супругов родился сын Кирилл Нагиев. Впоследствии Кирилл избрал актерскую профессию. Когда мальчику было 12 лет, Дмитрий и Алла развелись. За несколько лет до официального развода Алла написала книги «Я была женой Дмитрия Нагиева и как никогда не выйти замуж». Вредные советы их с женой Дмитрия Нагиева. После скандального расставания с женой Нагиев скрывал свою личную жизнь. Ему приписывали 7-летний гражданский брак с Натальей Коваленко, работавшей его администратором, роман с певицей и актрисой Ириной Темичевой и тайную женитьбу на девушке не из актерской среды с последующим рождением сына. В 2016 году Нагиев дал комментарий по поводу личной жизни. «Тот, кто любит артиста, должен уважать его личное пространство, поскольку у меня его, поверьте, очень мало. Я не хотел бы идти с кем-то, держась за ручку, на обложке глянцевого журнала. Каков был ваш собственный отклик на историю Виталия Калоева, когда она произошла? Я помню свои ощущения, когда случился весь этот ужас. Меня, как и многих, разрывали противоречивые чувства. Помню ощущения абсолютного раздрая внутри, но я думаю, что те эмоции, которые я испытывал тогда, отличаются от того, что я ощущаю по поводу этой истории сегодня. Какие первоочередные внутренние задачи вы ставили перед собой, начиная работать над этим образом? Мне хотелось сыграть судьбу, и здесь очень важно было не переиграть. Ведь в таком материале очень хочется плеснуть трагедии, переживания и тем самым испортить кинополотно. Поэтому передо мной стояла основная задача, быть органичным в этом кино. Я для себя решил малыми формами попытаться передать трагедию и судьбу человека. Для меня скорее были какие-то грандиозные гипертрофированные сложности, связанные с образом, характером, чисто физическими и эмоциональными нагрузками. Смотрели ли вы видеоматериалы с участием Калоева или же намеренно дистанцировались от реальной фигуры, пытаясь создать собственный образ отца-страдальца? Я знаю, кто такой Виталий Калоев, я знаю эту историю. Но для меня ничего нет скучнее автобиографической картины. Поэтому я настаиваю на том, что это художественное произведение по мотивам. И я бы хотел, чтобы к этому произведению относились как к художественному вымыслу. Я не пародист, и не хотел бы пытаться воспроизвести образ настоящего Калоева на экране. Это мое собственное представление о человеке, пережившем страшную трагедию. Но я с огромным пиететом отношусь к человеку, который прошел через все это в реальной жизни. Насколько внутренне затратна такая роль для артиста? Это ремесло или искренние переживания в кадре? Я пришел на съемки с абсолютным ощущением того, что это ремесло, и ничего нет проще, чем страдать в кадре с умным выражением лица. Но очень быстро, понял, что такое отношение не прокатит. В итоге я слишком глубоко погрузился в это. Видимо, из-за отсутствия таланта, потому что есть артисты, которым такая роль далась бы по щелчку. Что было для вас самым сложным в работе над ролью Калоева? Для меня было абсолютным откровением, что это тяжелая работа. Я думал, что проще и легче проскочу этот этап жизни. Но могу сказать искренне, эта работа далась мне очень тяжело. Роль Калоева потребовала от вас колоссальной внутренней отдачи не только в отношении тяжелых психологических сцен, но и в плане конструирования образа. Как вы искали его походку, взгляд, необычный акцент, который проявляется по большей части в сцене суда. Я позволю оставить свою актерскую кухню при себе. Не люблю, когда артисты серьезно рассказывают о том, как они готовились к роли. Но, если кого-то что-то не убедило в моей работе, значит, я это сделал неправильно. Сарик Андреасян рассказывал о том, что, прочитав сценарий непрощенного, вы позвонили ему и сказали «Я плакал», что больше всего тронуло вас в этом сценарии. Меня тронула не на игранность, простота и та боль, которая сквозила между строк. Я был удивлен качеству литературы, что не так часто можно встретить сегодня в кино. Было ли в первоначальном сценарии нечто такое, от чего вы отказались по тем или иным соображениям? Были сцены, которые мы с Сариком выкинули из сценария после совместного обсуждения, поскольку в итоге все было сыграно и снято гораздо тоньше того, что было изначально написано. «Никаких противоречий не было. Режиссер направлял меня в каких-то вещах, потому что я артист спонтанный, зажигающийся, пытающийся в силу своего скромного таланта импровизировать. Мы с Сариком на первой же беседе договорились, что он будет мне помогать, корректировать мою работу, что и происходило, и за что я ему очень благодарен. Как выстраивался ваш диалог с режиссером Сариком Андреа Сином? Какие моменты были привнесены вами в сценарий, в образ Калоева и в концепцию в целом? «Я вообще очень люблю Сарика как человека. У меня есть вопросы к нему как к режиссеру. Это не касается картины «Непрощенный». Здесь, скорее, многие вопросы были сняты. Я уважаю его как парня, как мыслителя. Он очень неглупый и тонкий человек. Поэтому мне сейчас тяжело сказать, каким образом строился наш диалог. Я не заметил никаких шероховатостей. В тот момент съемок мы, думали в одном направлении. Когда я смотрела картину, сочла самой лучшей сценарной находкой историю с котом. И была потрясена, узнав, что ее придумали вы. Расскажите, пожалуйста, о том, как родилась эта идея с пропажей любимого кота дочери и появлением котенка в финале. В сценарии этого не было. Там была прописана абсолютная безнадежность происходящего. А мне казалось, что если в конце фильма нет хотя бы маленького лучика света, значит что-то сделано неправильно. Поэтому я робко предложил режиссеру добавить маленькую надежду в виде этого котенка. И я рад, что Сарик с этим согласился. Моя первая встреча с материалом состоялась на московском кинорынке, где была показана сцена на месте крушения. Я рыдала взахлеб, и после, всякий раз, когда рассказывала об этом эпизоде коллегам, была вынуждена прекратить рассказ из-за того, что комок подступал к горлу. При воспоминаниях о диалоге Калоева с трупом дочери. Вы, отец. Каким образом вы готовили себя к съемке этой сцены, чтобы с одной стороны она получилась столь пронзительной, а с другой, чтобы максимально внутренне дистанцироваться от этих переживаний. Я не верю в том, что можно себя как-то подготовить к таким сценам, поскольку я являюсь королем хаоса. Я в эту минуту времени увидел, придумал и сыграл. Не знаю, смог ли бы я сыграть это так же вчера, смогу ли сыграть завтра. Вот в тот момент, когда прозвучала команда мотор. Я так чувствовал, так играл, я так жил. Очень достоверный, на мой взгляд, получилась сцена убийства, без лишней патетики, картинных жестов, максимально точно по движениям. Вы сами придумали такой рисунок роли в этой сцене или это была четко поставленная режиссером задача? И если да, то какой она была? Актерское решение этой сцены я придумал сам. Я играл, ударив человека ножом неловко, нелепо. Сарик остановил съемку и сказал очень хорошо, Дима. Проблема только в том, что герой сделал это 12 раз подряд. А вот теперь попробуй так же нелепо оправдать 12 ударов ножом. Здесь мне пришлось взять паузу и попытаться поднять какие-то остатки творческих надежд, и заделав драматического искусства, чтобы оправдать это. Во время просмотра фильма я мечтала об одном, скорее вернуться домой, чтобы обнять своих детей. Настолько сильно ваша экранная боль передалась мне. Каким образом на вас самом отразилась эта работа? Изменила ли она каким-либо образом ваши взаимоотношения с собственными детьми? Да, безусловно. После каждого съемочного дня я приходил домой с ощущением того, что все, что я имею и всех, кого я имею, очень легко потерять. Для вас Калоев – это восточный мужчина с некими характерными деталями образа, которые вы искали или привносили на основании собственного опыта. Или вам важен был некий универсальный образ мужчины, попавшего в трагические обстоятельства жизни. Есть несколько школ актерского существования – Константин Станиславский, Михаил Чехов, Бертольд Брехт. Когда мы учились в театральном институте, нас учили наблюдать за людьми, срисовывая их манеру поведения и пластику. Для меня в работе над ролью на первом месте идет определение, кого я играю, мужчину или женщину. Дальше идет вопрос, настоящий ли это мужчина с ярко выраженным мужским стержнем. На этот вопрос я для себя дал ответ. А дальше идут легкие штрихы, которые отличают восточного мужчину от среднеевропейского. И это уже вопрос актерской наблюдательности. Имел ли для вас значение грим, в частности борода, диктовала ли она вам некую особую пластику, помогала или мешала? Когда я работаю с молодыми актерами, то говорю им, ребята, постарайтесь не играть бороду, надев платье в пол, не играть эти платья, называя друг друга графинями и графами. Попробуйте играть человека. Но я уверен, что в этой роли мне очень помог грим. И особая благодарность у меня художнику по гриму Елене Ваховской и ее команде за ту филигранную работу, изящество и уважение, с которым они подходили к артистам. На непрощенном вам довелось поработать с зарубежными коллегами. Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями и впечатлениями. Зарубежные актеры от наших артистов отличаются строгой дисциплиной и исполнительностью. Это не говорит о качестве таланта. Но они гораздо более собранные, чем мы. Для широкого зрителя фамилия Нагиев, в первую очередь, ассоциируется с искрометным юмором, лицедейством и легкостью. Многие до сих пор с благодарностью вспоминают осторожно, модерн. Насколько органично и комфортно вы сами как профессиональный актер чувствуете себя в контексте драмы. Я себя чувствовал органично и абсолютно некомфортно. Возможно, это прозвучит высокопарно и высокомерно, я ощущаю себя разносторонним артистом. И если мне не удалось в чем-то убедить зрителя, это целиком моя вина. Почему интервал между драматическими ролями в кино в вашей карьере составил 20 лет? Не предлагали драматического материала? Или вам не нравилось то, что предлагалось? За эти 20 лет в моей актерской биографии были достаточно трагичные роли в телесериалах, к которым я относился так же серьезно, как и к ролям в полнометражном кино. Возможно, они проходили не так заметно, как комедийные. Не могу сказать, что я рвусь играть серьезные трагические роли. Я выбираю материал. И если это действительно, как мне кажется, хорошая история, которая мне под силу, соглашаюсь. Хотелось ли бы вам в дальнейшем поработать в драматическом кино, или же вы себя более вольготно ощущаете в иных амплуа? Я не очень люблю слово амплуа. Я до сих пор не наигрался. Поэтому, для меня одинаково будут дороги роли Деда Мороза, Гитлера или Короля Артура. Насколько этот творческий альянс с режиссером Сариком Андреасином стал для вас комфортным в плане взаимопонимания? Для меня Сарик, прежде всего комфортный человек, с которым мне интересно беседовать. С ним есть о чем говорить. При этом, он не любит навязываться, что мне очень близко, поскольку я сам не терплю навязываться и быть для кого-то обузой в общении. И если Сарик сочтет нужным меня пригласить на новую картину, я с удовольствием пойду. Такие роли, как ваш Виталий Калоев, в «Непрощенном» это больше, чем просто роли. Это некие зашифрованные послания Миро. Каково ваше личное послание человечеству посредством работы в этой картине? Советская и российская актриса. Заслуженная артистка России, 2006, лауреат ряда театральных и кинематографических премий. Дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой, прославившейся благодаря роли радистке Кэт в сериале «17 мгновений весны». Биография Марии Мироновой Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве в известной актерской семье. Почти сразу после появления дочери на свет, в конце 1973 года, родители расстались. Отец Маши, Андрей Миронов, соломенная шляпка, невероятные приключения итальянцев в России, бриллиантовая рука ушел от ее мамы Екатерины Градовой. Таланты и поклонники. Место встречи изменить нельзя, «17 мгновений весны» и женился на актрисе Ларисе Голубкина, «Освобождение», «Огненная дуга», «Дайте жалобную книгу», «Гусарская баллада». По существующей легенде, Мария впервые появилась на экране в фильме «17 мгновений весны» в роли новорожденного сына радистки Кэт в исполнении ее мамы. Однако в реальности сцены с грудничком были отсняты еще в 1971 году. А картина была завершена осенью 1972 года, когда Градова была на третьем месяце беременности. С трех лет Мария мечтала стать вовсе не актрисой, а балериной. Но мама не отдала ее в специализированную школу. В восемь лет девочка сыграла Бекки Тэтчер в фильме режиссера Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера» и Гекльбери Финна, съемки которого проходили в Сухуми на 40-градусной жаре. Сама Маша сниматься не хотела, за нее решили родители. Получив аттестат зрелости, девушка поступила в театральное училище им, Щукина, а после рождения сына в 1993 году перевелась во ВГИК. С 1997 году Мария стала артисткой театра Ленком. Дебютировала на этой сцене в спектаклях «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Две женщины», «Город миллионеров», «Варвар и еретик», «Укращение укротителя», «Визит дамы», «Тартюв». Мария Миронова, театр «Живое искусство», он забирает без остатка. Если в кино можно спрятаться за режиссером, сценарием, дримом, то на сцене не скроешься. Все видит, что ты себя представляешь на самом деле. Кинокарьера Марии Мироновой в 2000 году Миронова исполнила главную роль в фильме Павла Лунгина «Свадьба». Российско-французскую мелодраму снимали под Тулой, и два месяца Мария оттуда не уезжала. Режиссер Лунгин собрал по-настоящему уникальный и гармоничный актерский состав. Компанию Мироновой составили Мария Голубкина, Марат Башаров, Андрей Панин, Александр Семчев и другие. На Каннском фестивале фильм «Свадьба» отметили наградой за лучший подбор актерского коллектива. Через два года Павел Лунгин снова пригласил актрису на главную роль в свою картину, драму «Олигарх». Мария Миронова, я сторонница американской формулы успеха, хочешь чего-то, добивайся. Не жди благосклонности судьбы, иди и делай свое счастье. В 2008 году вышло четыре фильма с участием Марии Мироновой. В «Дедушке» в подарок партнером актрисы стал Александр Михайлов. В обласканной критиками и удостовившейся ряда кинопремии ленте «Качели» она поработала в тандеме с Андреем Мерзликиным, в драме режиссера Сергея Говорухина «Никто, кроме нас» с Сергеем Шнырёвым, а в криминальной ленте «13 месяцев» с Гошей Куценко. Успешным для актрисы на фильмы оказался и 2012 год. Так, Мария снялась в главной роли в картине «Вождь разнокожих» по мотивам рассказа о Генри в паре с ней сыграл Дмитрий Дюжев. В то же время она появилась в фильме о буднях бесстрашного майора полиции с Алексеем Макаровым «Личное дело» Майора Баранова и сериале «Тройная жизнь». В 2013 году артистку пригласили на роль Анны Австрийской, которую она сыграла в режиссерском дебюте популярного актера и известного продюсера Сергея Жигунова в экранизации одноименного романа Александра Дюма «Три мушкетера» и ее многосерийной версии. Актрису задействовали в сериалах «Апофигей с Даниилом Страховым» и «Крик Савы с Сергеем Пускипалисом». В 2014 Миронова сыграла титульную партию в драматической истории «Сын с Юозасом Будрайтисом», а в 2015 получила роль в остросюжетном сериале от режиссера Павла Лунгина с Владимиром Машковым «Родина» российской адаптации культового сериала «Хоумленд», снятого в США. В 2016 году Миронова снялась в драматической ленте «Сарика» Андреасяна «Землетрясение», рассказывающей о событиях во время масштабного землетрясения в Армении. Вместе с Марией в картине сыграли Константин Лавроненко, Артем Быстров, Сабина Ахмедова, Ирина Безрукова и другие. В том же году артистка поработала в детективном проекте «Следователь Тихонов» и медицинской драме «Доктор Риктор» российской адаптации популярного американского шоу «Доктор Хаус». В 2017 году на киноэкраны вышел драматический фильм режиссера Клима Шипенко «Салют-7», основанный на реальном случае 1985 года, когда советская космическая станция вышла из-под контроля. В этой картине, завоевавшей в числе ряда кинонаград двух «Золотых орлов» и Нику, Марии выпало исполнить роль Нины Федоровой, супруги командира экипажа «Союз Т-13», Владимир Вдовиченков. В 2018 прошла премьера детективного сериала от продюсера Валерия Тодоровского «Садовое кольцо», где Миронова сыграла Веру Смолину, некогда счастливую женщину, мир которой рухнул после пропажи сына. После артистка присоединилась к съемочной команде комедийной картины «Громкая связь». Личная жизнь Марии Мироновой Первый раз Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Удалова, президента телекомпании World Fashion Channel Russia, от которого в 1992 году родила сына Андрея, впоследствии поступившего, как имама, в Щукинское училище. Вторым мужем Мироновой стал политик Дмитрий Клоков, тогдашний советник министра энергетики России. В 2012 году пресса сообщила о том, что втайне от общественности Мария расписалась с актером Алексеем Макаровым, личное дело майора Баранова. Куба – история одного назначения, в компании которого ее замечали еще годом ранее. В 2013 году появилась информация, что пара развелась. В отличие от Макарова, Мария не признается, что была официальной супругой сына Любови Полищук, утверждая, что они с ним всего лишь хорошие друзья. В январе 2018 в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» артистка сказала ведущему шоу Борису Корчевникову, поднявшему вопрос о ее отношениях с Макаровым, что последний к ней просто очень нежно относится. Она же в свою очередь питает к актеру похожее чувство. Когда же Корчевников прямо спросил Миронову, была ли она замужем за Алексеем, та уклончиво заявила, что всегда воспринимала Макарова как друга, с которым знакома с ранней юности. В сентябре 2019 года в одной из клинг Афин на свет появился второй ребенок Марии. Об этом она сообщила читателям своего микроблога в Инстаграм. Незадолго до этого она рассекретила имя своего нынешнего супруга и отца ребенка. По словам актрисы, его зовут Андрей, он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, а является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Однако многие представители СМИ и поклонники актрисы склонны думать, что он замужем за молодым актером Андреем Сорокой. Мария Миронова предпочитает не комментировать всевозможные домыслы о своей личной жизни. Помимо театральной и кинематографической работы, Мария Миронова занимается благотворительностью. Она является одним из учредителей фонда поддержки деятелей искусства артист с 2008 года и входит в состав дирекции фестиваля «Территория». Мария Миронова, фонд «Артист» возник из необходимости. «Я просто увидела, что это надо сделать. Конкретно мы помогаем тем, кто живет в доме ветеранов сцены. Это люди очень пожилые, за 75, одинокие, нуждающиеся в самом необходимом, лекарствах, каких-то бытовых вещах. Но помимо этих, бытовых сложностей, которые наш фонд пытается и будет решать, есть еще вопрос внимания к этим людям. Мы пытаемся и это решить». Нонна Гришаева родилась летом 1971 года в Одессе. Ее прабабушка и прадедушка были оперными певцами и выступали на сцене театра «Ла Скала». Нонна Гришаева окончила Одесскую балетную школу и музыкальное училище «Класс вокала». Ее дебют состоялся на сцене местного театра «Опереты», когда на нее Гришаевой исполнилось 10 лет. Она подала документы в театральное училище в Москве, но в последний момент, подавшись на уговоры матери, вернулась в родной город. Нонна Гришаева вновь отправилась в столицу в рамках гастролей студентов музыкального училища. Ребята ставили музыкальный спектакль «Принцесса на горошине», который с успехом прошел на сцене театра романа Виктюка. Творческий путь Нонны Гришаевой Нонна Гришаева стала студенткой Высшего театрального училища имени Б. Щукина, Курсов, Иванова. Она делила комнату в общежитии с актрисой Марией Ароновой и с ностальгией вспоминает голодные 1990-е годы, как-то раз такая смешная история случилась. Так как холодильника у нас не было, мы вывешивали продукты в сетках за окно. «Однажды я вывесила за окно сало, которое мне в очередной раз прислала мама. А на следующий день достаю эту сетку и обнаруживаю, что она стала подозрительно легкой, смотрю и понимаю, все сало склевали синицы. Машка так хохотала надо мной, уж очень вид у меня был трагикомичный». В 1994 году Нонна Гришаева получила диплом и присоединилась к актерской труппе театра имени Вахтангова. Позже она покинула этот театр и начала выступать в постановках театра киноактера и театра квартеты. В 1996 году Нонна Гришаева приняла участие в съемках боевика «Полицейская история 4». Первый удар с Джеки Чаном в главной роли. Съемки картины проходили в Ялте, и она долго не рассказывала режиссеру о своей беременности. Позже знаменитый Джеки Чан восхитился профессионализмом юной актрисы. В 2004 году Нонна Гришаева исполнила свою первую главную роль в театре – спектакле «Мадемуазель не тушь». До этого ей доставались малоприметные роли. В то же время актриса начала сниматься в ситкомах «Моя прекрасная няня», «Люба», «Дети и завод», «Кто в доме хозяин». В 2008 году Нонна Гришаева присоединилась к съемочной группе нашумевшего комедийного сериала «Папины дочки». Мой любимый жанр – трагикомедия. Слава богу, режиссеры стали видеть во мне не только комедийную артистку и начали понимать, что я могу сыграть и еще что-то. В 2008 году Нонна Гришаева и Александр Олешко стали выступать в проекте «Большая разница». Продюсер Александр Цекало пригласил артистов, став свидетелем их удачной импровизации на одном из концертов. В 2009 году Нонна Гришаева в паре с певцом Марком Тишманом одержала победу в третьем сезоне музыкального проекта «Две звезды» на Первом канале. Весной 2010 года состоялась презентация дебютной книги Нонны Гришаевой под названием «Советы дочкам». Через полгода актриса представила авторское комедийное шоу «Нонна давай» на Первом канале. 21 июля 2012 года Нонна Гришаева выпустила свой первый сольный альбом. До этого она выступала с музыкальной композицией танго в одной из программ телеканала «Дождь». Нонна Гришаева стала телеведущей очередного сезона музыкального конкурса «Две звезды» наряду с Дмитрием Нагиевым. Дата премьеры телевизионного проекта – февраль 2012 года. В 2016 году Гришаева сыграла в сериале «Непридуманная жизнь». В том же году она исполнила роль матери главной героини в романтической комедии Михаила Шевчука «Танцуй со мной». В 2017 году актриса приняла участие в съемках передачи «Москвички» на телеканале «Домашний». Нонна рассказала о том, что никогда не мечтала остаться в Москве и становиться звездой. Она всего лишь приехала на учебу, рассчитывая вернуться в Одессу, получив диплом. Но талантливую девушку пригласили сразу в три столичных театра. И Москва стала для Гришаевой настоящим домом. Личная жизнь Нонны Гришаевой ее первым супругом был актер и музыкант Антон Деров. Их свадьба состоялась через несколько дней после выпускного в театральном училище. А в 1996 году у пары родилась дочь Анастасия. В 2006 году Нонна Гришаева вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал актер Александр Нестеров, а сама свадебная церемония прошла в центре Праги, в компании нескольких друзей. В декабре 2006 года у них родился сын Илья. «Мне очень многое не нравится в Москве, мне не хватает здесь солнца, не нравится погода, бешеный темп, количество людей, всегда бегущих куда-то, пробки, в которых мы проводим полжизни».